Добрый день дорогие друзья, рад приветствовать вас на просторах интернета и еще радостей мне сообщить вам, что мы возобновляем серию прямых эфиров в инстаграм Мирал Шоу. И не больше не меньше, наконец-то мы восстановили работу выставочного блока в рамках ярмарки Мирал Шоу. Сегодня мы открыли выставку Светофор, это цветные минералы, красный, желтый, зеленый в каждой своей витрине. И у нас сегодня эксперт, экскурсовод онлайн, очень известный специалист, мой подкурсник по городу университету, даже гордо будет похвастаться, Михаил Паков, кандидат биологии и нейрологических наук, доцент кафедры горного университета. И мы его сейчас попросим провести экскурсию по нашей выставке и рассказать, откуда цвета такие берутся в инстаграме, я думаю, что лучше Михаилом это и расскажет. Добрый день, дорогие друзья, дорогие участники ярмарки. Ну вот сегодня у нас такое интересное, откуда, почему такие разнообразные цвета минералов. Во-первых, цвет минералов это важная диагностическая характеристика, по ним мы всегда узнаем, и кто любителей камня знает, например, аметист, когда мы говорим аметист, мы представляем это филетовый цвет, а изумруд зеленый. Немножко давайте теории, чтобы хотя бы вы поняли, да, что такое все-таки цвет. Цвет – это все-таки субъективная характеристика электромагнитного излучения, которую мы воспринимаем глазом. И поэтому цвет все-таки зависит от физических свойств, от физиологических и психологических, потому что какое настроение человека, мы видим их, да, цвета минералов. Во-первых, даже какое освещение. Это очень важно, потому что когда, бывая на выставке, под разным освещением, каждый минерал может вести себя по-разному. Тем более, еще есть такое понятие Александр Игоревича. И у минералов есть различные типы окраски. Все равно, ну, наверное, Александр Евгеньевич Еферсвана, вы, наверное, хорошо знаете, да, он очень писал, занимает на минералоге. Поэтому вкратце я скажу, какие бывают окраски у минералов. У них бывает окраска, собственный цвет минералов, вот как он появился на свет, так он и есть. Вот мы знаем, перит, он всегда один, да, она, это зависит от формы кристаллической, ну, от кристаллической структуры, от химической формулы, ну, и от особенностей структуры решетки. Дальше есть, ну, это по-научному она называется, ну, собственная окраска, давайте так оставим. Потом окраска, которая образуется за счет примесей, это наиболее распространенная окраска, которая в мире, ну, потому что, например, вот группу берила, вы хорошо знаете, аквамарин, гелиадор, изумруд, воробьевин, это все берила, это все родные братья, у них все краска разная. В этом мы сейчас уже поговорим, это металлы хромофобы, 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 не хромофобы, мы, хромофобы, потому что, ну, да, многие косомарки, которые входят в структуру, искажают, и получается, мы видим эту окраску минералов. И последнее, это псевдохроматическая окраска, окраска, которая возникает исключительно из-за физических причин. Ну, это вот хорошо знакомая, например, иризация, лунный камень, знаете, эффект лунного камня, или в опалах, что мы сегодня увидим. Это связано с внутренним строением, и такие физические свойства, как интерференция, ну, на пояс, физику вы не забыли, интерференция, когда идет наложение света, есть участки светлые, темные, либо дифракция, когда свет прямой-минейный огибает препятствия. А теперь давайте вот пройдемся у нас выставка светофор, здесь у нас представлена первая красная минераль. Первое, что, видим альмандин. Альмандин, группа граната, здесь как раз причина окраски окрашивает хромофор. Это окрашивает у нас железо, железо у нас есть двух-трехвалентное железо, и как раз вот происходит окраска железа. Вот интересный у нас, значит, розовый кварцик. В розовом кварце более хитро, хотя вот, если мы посмотрим, группа кварца у нас большая, есть и прозрачные горные хрусталей. В розовом кварце, ну, пришлось, я потом покажу, есть литература окраска минералов серьезная, пришлось залезть. Значит, здесь вот есть такое понятие изоборфизм, когда один химический элемент замещает другой в кристаллической решетке. Кварц, мы формулу кварца знаем, это СИО2. Так вот, кремний четырехвалентный замещается титаном, образуется свободное пространство от дырка, потому что трехвалентный, четырехвалентный, понимаете, да? Оно заполняется другими химическими элементами, одно моментами лития и натрий, поэтому здесь благодаря входит титан, и потом еще компенсация лития и натрия, вот поэтому появляется это приятное. Да, и опять же, мы еще не забываем, есть у нас минералы прозрачные, непрозрачные. Это у нас зависит от того, от включения мелких включений кузырьки, либо трещины, да, или еще бывают газово-жидкие включения. Значит, с кораллами, вот мы видим красные кораллы, здесь более интересное, пришлось залезть. Вот сейчас, вот сейчас, подождите, я найду. Здесь не как минералов, кораллов у нас окраска идет из-за флюоресцентного протеина. Сам об этом не знал, пришлось залезть, поэтому вот есть, это, ну, наподобие, знаете, кораллы это органического происхождения. Помните, как у нас раки, да, зеленые раки мы взяли, опустил их в кипящую воду, из зеленого, вот протеин. Вот, это как раз здесь основа окраски кораллов, поэтому, вот я вычитал, протеины есть у нас зеленые, красные, белые, и поэтому этот вопрос как раз сильно интересует, кто занимается аквариумом, и даже разводит кораллов. Под разным освещением, можно ультрафиолет или желтым, кораллы могут менять свою окраску. Идем дальше, значит, здесь вот у нас кобальтовые кольцы, это окраска кобальт, это как раз, ну, входит туда кобальт, трех планет, ну, происходит окраска. Вот образец интересный, здесь написано у нас, что корунт, ну, корунт или прозрачный, возвращаясь на все корунки, это будет рубин, вот здесь как раз элемент, хром входит в структуру, видите, дает красный цвет. На соседней витрине мы увидим зеленый белый, а-ля изумруды, там хром входит в структуру берила, она совсем другая, и там преобразуется, и мы получаем зеленый цвет, видите, один и тот же вот этот хромофор меняет разную окраску. Значит, здесь радохрозит, радохрозит, это карбонат марганца, поэтому марганец, марганец очень сильно окрашивает, марганец у нас влияет, знаете, ну, вот у нас радонит, один из ярких представителей радохрозит, также марганец приучаствует в окраске отчасти немножко аметистов, вот как раз наши знаменитые ватихинские аметисты, помимо железа, там трехвалентно участвует марганец. Значит, дальше, ну, вот интересные турмалины, по турмалинам я читал, здесь у нас, видите, представлены и розовые, и красные, и зеленые, так вот, по турмалинам, если мы зеленые, там только участвует двух- и трехвалентное железо, если же красные, вот здесь как раз трехвалентный марганец. Добавляется, потому что турмалины у нас есть, синие индигалиты, ну, это вообще, вот, цветные турмалины, в основном, это группа эльбаита, большая группа, и вот здесь вот как раз железо с марганцем, с трехвалентным дает розовый цвет, а чистое, железо, видите, желтовато, такие коричневато, зеленые, зеленые, там двух- и трех памятный железо. Значит, что еще здесь, ну, вот родонит, я сказал, здесь основной хромофор марганцем, потому что вот черные прожилки, потому что есть минерал родонит, есть порода родонит, черные прожилки, это полкислые марганцы, сам родонит, он такой, естественно, красный, заменитый уральский, также в состав породы родонит входит и реляфразив, и марганцевые гранаты спицсортимы, вот как раз здесь вот тоже представлен, спицсортим, потому что вот здесь, видите, железо окрашиваемый, Если был бы у нас алые гранаты, это был бы пирог от слова пирос огонь, это магний. Потом есть радолит, магний с железом, нежно-розовый в бусах. И здесь вот чисто одно железо, это альмандин. А вот марганцевый гранатский сортин, он уже дает такой оранжевый цвет. Потому что в зеленом мы увидим гранату воровит, опять же хром. Хромковая структура дает ярко-зеленый цвет. Да, поэтому если еще из гранаты черной, шарламиты, там у нас это чистое железо в большом количестве. Ну и из основных. Поэтому, если вы просто вот по красным камням, да, красный цвет мы прошли. А нам больше информации переводят? Хорошо, давайте переходим в желтый. Желтый цвет, тоже сам был удивлен, дает примеси небольшие, механические примеси серы. Потому что у нас есть алимент, входит в структуру кристаллическую, а иногда механическая примеси. Это как чернила, знаете, в стакан водовую капельку капнули, одна капля растворилась. Десять капель, дает немножко. Вот механическая примеси, сам был удивлен и в гипсе. Потому что гипс бывает слегка еще розоватый гипс. Вот этот селенит. Гематит тонкий, потому что наш глаз не всегда мы развлечаем. Если дать увеличение в тысячу раз, тонкие чешуйки, как вот у нас, например, там в губ, это, солнечный камень, да, чешуйки гематитные, там мы и видим, что они блестят. Вот здесь, да, поэтому. Вот интересно у нас шайтанский перелив, это наш известный цемоцвет. Это как раз группа агата. Ну, там помимо халцидона присутствует и кварц, и там еще различные глинистые минералы. Вот видите, как у него краска меняется. Потому что это тоже связано с железом. Железо, да, потому что железо у нас двух-трехмонентное. Иногда, знаете, облагораживание агата, серый агата берут, запихают, нагревают. А остается приятно, такой сертолий полотенец. Это вот железо, происходит его окисление. И, кстати, даже старые горцы, когда доставали, если шайтанский перелив, он нечистый, такой красивый. Костер его в костре нагревали. Там единственное, должен быть не резкий нагрев. Получаются такие вот яркие, цветные, вот такие розовато-желтые цвета. Это известно, это методы облагораживания как раз связаны с этим, с воздействием энергии знея, либо нагрев, либо излучение. Вот как раз внизу мы смотрим прекрасно тоже самоцветы наши, уральские цитрины, да, уральские цитрины. Окрашивает их хромоформ трехвалентное железо. Но иногда, иногда у нас есть цитрины, так называемая навезенная краска. Это наши прекрасные, да, носик покудрит, да, и щечки покрасить, чтобы вам понравиться. То же самое цитрины, их можно, их облучают, облучают, коболь 60, это не опасное излучение. И происходит дырочная, вот там образуется вакансия, вакансия, вместо, ну куда, вместо кремния заходит железо. И появляется вот эта наведенная, так называемая, краска. Поэтому, да. Значит, здесь у нас что, по янтарю тоже очень много информации пришлось, потому что янтарь это у нас органического происхождения. И вот краска янтаря. Я уже специально выписал, во-первых, в янтаре есть механические примеси. Янтарь, во-первых, сам не знал, вот мы всегда думали, янтарь, янтарьный цвет, это вот как мед желтый. Янтарь есть зеленый, голубой, серебристый, серый, белый. Все цвета, весь цвет. Потому что, во-первых, там механические примеси, водоросли оказывается есть. Если тонкий перид, который мы не видим, дает такой серебристый, как у него вот этот блеск, переличность. И вот есть информация по прибалтийскому янтарю. Во-первых, смотрите, включение элементов, вот какие обязательно в янтаре есть химические элементы. Янтарь у нас, знаете, это органический кислотный. То здесь есть алюминий, кремний, титан, кальций, ферл, магний, медь обязательно. Вот медь дает вот те же голубоватые. Там вот с Доминиканой идут вот эти вот знаменитые голубые, редкие, конечно. Поэтому янтарь, вот, даже здесь мы видим, от красно-бурого до такого желтого. Поэтому окраски как механические, как вот эти вот включения кремопу. Так, здесь мы что? Ну вот видим аурипигмент, но аурипигмент это у нее собственная вот такая окраска. Из-за сильного еще первых отражения у нее высокий показательное ломление. Это вот он, собственно, цвет. То же самое, как и в самородной серии. Периты. Вот большинство рудных минералов, потому что это у нас там, где в самородных элементах и в перитах. И вот многие минералы, как бы свет проходит. Поглощение. Поглощение. И тот, который свет не поглотился, мы видим отчасти свет. То в рудных минералах, вот золото, в перитах, это свет отраженный. Есть еще понятие отраженный свет, поэтому в перите это вот собственный свет. Вот он всегда, его рудных минералов. Поэтому у них такой сильный металлический блеск, что льет максимально вот это вот отражение. Ну, по этой. Ну, значит, здесь как, в-первых, вот яркий представитель железа. То есть кварцевая группа цитрин, куда входит хромоформа, красительная. Краска, которая входит в структуру минерала. Необычный, это вот, конечно, по рогатам мы видим. И переходим, давайте, к зеленой. Зеленый у нас здесь. Наибольшее многообразие. Зеленый цвет вообще самый такой приятный для глаз, да, цвет жизни. Хотя, вот посмотрите на ветвину зеленый. Малахит мы называем такой ядовико-зеленый, да, он как бы тяжелый, грязно-зеленый. Он из уродики распрятанный, из цвет жизни, да, такой как яркой травы, да. Тот же, например, смотрите, хризопрас. Видите, как сильно отличается? Просто вот различие. Потому что у цвета всегда, смотрите, как вот мы студентов учим, есть основной цвет. Каждый охотник желая знать. Плюс пошли оттенки. Желтовато-зеленый, да, красновато там, фиолетовый вот этот. Поэтому оттенки очень важно влияют. Это вот, ну, давайте начнем. Малахит. Здесь у нас входит медь. Это карбонат меди. И медь, основной, как бы, хромофор, окрашивающий. И родной брат, как бы, родственник хризокола. Она всегда ходит рядом, как бы, образуется рядом с медью, где медные руды. Потому что это силикат меди. Но, посмотрите, хризокола есть голубая с разными оттенками. От темно-голубой до небесно-голубой. Переход в зеленую. Это в зависимости, вот, как бы, от различного содержания меди. Здесь же у нас на верхней полке, ну, вот, группа берилов Гелиадор. Видите, такой, там, как раз у нас вот Гелиадорах, это двух полиэтилов. Гелиадор, это двухвалентное железо, а еще есть малышевские берилы, яблочно-зеленые. Там двух-трехвалентное железо, не всегда хром. Потому что в изумрудах это хром, но раньше был скандал, когда появились у нас китайские изумруды из Англии. Хрома там не оказалось, оказывается, в Анаде. И поэтому встал вопрос, считать ли их изумрудами. Теперь изумрудами считается все, что ярко-зеленое. Раньше это было хром, содержащий разновидность берила. Теперь это табу убрали. Потому что есть изумруды в Анаде. Купили изумруд, приничный на анализ, а мы ему говорим, здесь нет хрома. Но это изумруд. Поэтому в Анаде и хром, но иногда у нас знаменитые изумрудные порки Урала, в 100 километрах отсюда, в Мариинской местности, есть зеленые берилы, такие яблочные зеленые, мы их называем берилы, да, это изумруды. Там хрома вообще нет, железо окрашиваем. Значит, вот интересно, здесь хризопрас и хризоопал. Здесь уже некий, видите, он совсем дает, совсем другие оттенки. Мы их называем яблочно-зеленые, такие приятные. Поэтому, ну, хризопрас от хризоопала, потому что опалы вообще, это вещь отдельная. У них такая и геохроматическая краска, вот если у него там, вот они такие геохроматые. А вот у меня опалы, видите? Эта краска связана, ну, структура опала, это как гелевые шарики, такой в структуре воды, поэтому там происходит конференция, дефракция, поэтому видим многоеобразие цвета. То, чего там иногда больше поглощается, или вот, поэтому может быть зеленоватый оттенок. Ну, вот как раз хризоопалия и хризоопразик, хризоопраз от разменского цидона, это никель окрашивающиеся. Потому что там тоже есть хромоформы, но вот эта вот опалисценция и свечение, это связано с физической особенностью, это происходит дефракция. Ну, опять же, вот, если посмотреть, например, хром какую яркую окраску, не менее для этого, вот это у нас окрашивают железо. Здесь нефрит, змеевик. Это комбинация, потому что трехвалентное железо дает зеленый оттенок, двухвалентное она дает желтый, буроватый. И здесь как комбинированное, то же самое. Ну, вот, кстати, празиолит. В природе празиолита нет. Называют зеленый квадс. Не грамотные люди называют зеленый метист, потому что, что, берут низкокачественный аметист, там и бразилия еще какая-то, африканская, нагревают, происходит изменение, и мы видим прекрасный такой, ну, необычный зеленый цвет, который в природе нет. Это вот цвет наведенный, но мы же блондинок любим, независимо от какие. Главное, чтобы в голове были не блондинки, да? Поэтому празиолит, он нашел свое, так сказать, направление. По аудиторию, скажем? Да, по аудитории нет. Популярный камень, его, кстати, не так много, потому что не все месторождения при нагреве дают празиолит вот этим камень. Не везде, это чисто локальное, поэтому его не так много на рынке. Ну, как я уже сказал, не лив, не фрит, не пинтинфетти, это отличный, но это мы называем грязные зеленые, не такие яркие, тонажные. И единственное, вот еще клинохлор, вот у нас шкатулка и все, это вот тоже достаточно красивый такой поделочный камень, но он выигрывает за своей фактурой, за свое рисунок, потому что цветы, видите, одинаковые. Отдельно выделяется этот хризалит. В хризалите там у нас трехпланетное железо, единственное, вот есть уже, это же у нас оливин, есть темно-зеленые оливины, там уже немножко добавляется хром и какое-то собственное название в гемологии. Вот я дво дня вспоминаю, не могу сказать, у них свое название, темно-зеленый хризалит, потому что хризас переводится как золотистый. Да, хризас золотистый, потому что хризас берил, хризалит, хризатил азбест, это вот золотистый, пожелтоватый, зеленый. Ну, у воровит, у воровит. Конечно, вот наш уральский самый лучший, вот видите, ярко-зеленый цвет, у него что-то работало с сезонгутом. Здесь также хром входит в структуру, потому что тот и тот силикатый, просто у них немножко структуры разные. Ну, вот, окраска хрома, да, это такой классичный, яблочный. Вот еще на второй полке демонтоиды, я понимаю, что... О, да, демонтоид это тоже, ну, гранат номер один в царстве гранатов, потому что слово диамант, у нее сильный блеск, он выигрывает своим блеском. Хотя воровит тоже блестит ничем не хуже, но воровит никогда не бывает крупный раз, и воровит бывает всегда мутный, его не гранят. Вот в щетках только изделия, в щетках. А демонтоид, да, уральский демонтоид из-за своей красоты, и опять же, вот смотрите, есть топозолит желто-зеленый, там железо, демонтоид должен быть хром, ну, знаете, яркий такой зеленый. Так вот, что наши местные горцы, начиная там с 18 века, да, брали коричневый, никто не хочет носить, чуть подогревают, нагревают технологию, там без кислорода, сейчас это понятно все автоматизировано, и получают, так называемый, отогретый уже будет демонтоид. Раньше это камни, если технологию не выполнить, мы купили демонтоид, а через 2-3 месяца у нас погурел, ну, проток, как вот яблочко, да, то сейчас технология есть, что это технология, ну, восстановленная, и все, поэтому при покупке демонтоида, спрашиваете, греты, не греты, ну, облагорожен, облагорожен нет, потому что есть метод для облагорожения, слово этому не надо бояться, слово облагорожен, это благородное, опять же, милые, прекрасные дамы, утром, когда вы встаете, если вечер у вас удался, да, то вам достаточно 15 минут, после этого мы вас любим еще больше. То же самое и с камнями, когда их достают из земли, если вы видели, там хита копают, там достают они грязные, некрасивые, после того, как умельцы в своих руках применили любовь и порчество, мы видим вот такие красивые камни. Поэтому, да, демонтоид, пока нашим демонтоидом перебить никто не может, сейчас последняя версия пошла, и Иран хочет рынок заварить, но в связи с пандемией наших пацанов не пускают, так вот иранцы, там что-то, что-то ярко. Но у нас, вы говорите, знаете, это у нас... Это на международных выставках? На международных, да, а раньше у нас возили из Уфалея, понятно, на московских выставках наши демонтоиды, по словам Уфалея, полмышская, там какая-то... Такие вот, да, Есть, ну, в определенных угарах, но очень красивые камни смотрятся. Ну, здесь вот кошачий глаз, но кошачий глаз это чисто механическая примесь, это кремолитые иголочки, но они всегда мои фильмы, иногда так же бывает хлорид, тонкие чешуйки хлорида, но дают общий такой, ну, как область, да? Ну, вот. Единственное, зеленая яшма, это тоже механические примеси, потому что яшма, это такая порода, которая вот здесь, в красной яшме, это у нас гематит, красный цвет дает, гетти бурый, то здесь у нас немножко представлено и эпидот, такие зеленые минералы примеси, там хлориды могут быть, потому что это сложная такая порода. Вот амазонит положили здесь, камень тоже такой своеобразный, там связано с дырочной, там нет хромофоб, вот как традиционно в нашем понимании, поэтому этого скользкого полуострова, где-то я читал, там связано с хождением свинца, и структура искажается, дырочная краска, как он цвет, видите, необычный такой, потому что есть амазониты, даже вообще голубоватые, голубые, вот с Китая, наши польские, вот такие зеленые, уральские, это яблочно-зеленые, чем-то похожи на хризокрас мясо, вот они здесь есть, но вот польский, он кактируется, вот такая пограничная, между вот голубоватой, ну не даром говорит, голубой оттенок, присутствует, вот, можете здесь посмотреть, вот он зеленый цвет, и он основной зеленый, оттенки и насыщенность, самое главное еще насыщенность, ну вот вкратце, такая небольшая информация, надеюсь, вам понравилось, я думаю, это кремец, все линии белые, что такое, все линии белые? Ну, белый фермиф, там нет неконические примеси, когда появляется примесь серый, он бывает желтый, потому что на самом себе гипс, он белый прозрачный, ну и бывает непрозрачный, поэтому это, там мало механических примесей. Дорогие друзья, я в вашем лице, от себя лично хочу благодарить, Михаил, он открыл новый сезон прямых эфиров, и очень увлекательная получилась лекция, я думаю, всем, кто присутствовал, понравилось, спасибо огромное, ну а те, кто не смог увидеть нас в прямом эфире, у них есть великолепная возможность, мы этот эфир сейчас запишем, либо его переглядеть, либо в любое свободное время еще раз послушать. Ну а все желающие, завтра еще выставка, вот и прикрепляйте, вы сделаете все. И завтра у нас будет другой эксперт, он уже не профессионал, как Михаил, он любитель, он любитель коллекционерка, Геннадий Скачков, который, это тоже интересно, он со своей точки зрения проведет эту экскурсию. Да, потому что мастера видят по-своему, художник, мы пытаемся с научной точки зрения. Миша, спасибо огромное, всего хорошего, удачи, спасибо вам, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok